МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 21 июня. Вы смотрите программу День веков-хронограф. 21 июня 1948 года в Манчестерском университете была опробована первая компьютерная программа. Тогда в Манчестере создали компьютер под именем Бэби. Это был первый компьютер, который наряду с данными содержал в своей памяти и программу. Бэби был построен в соответствии с принципами, изложенными Джоном фон Нейманом, программным управлением, однородностью памяти и адресностью. Бэби, первое в мире программируемое электронное вычислительное устройство, занимало собой целую комнату. Машина представляла собой нагромождение проводов и больших электронных ламп. В последствии, когда его создатели продолжили свои исследования, этот компьютер постепенно демонтировали и забыли. Объем памяти Бэби был таков, что сейчас бы в нем не поместилась ни одна из современных программ. Ну, разве что самой примитивной версии каких-нибудь игр. Тем не менее, Бэби могла похвастаться сразу несколькими типами команд, организации, цикла. И будь у нее оперативной памяти несколько побольше, на машине можно было бы выполнять довольно сложные программы. Мне бы хотелось упомянуть еще об этом событии. 21 июня 2004 года впервые вышел в космос первый в мире частноуправляемый космический корабль. 62-летний летчик-испытатель Майкл Мелвилл успешно поднялся на высоту 100 километров. Эта высота считается официальной границей космоса. Полет прошел благополучно. А Мелвилл в течение нескольких минут находился в состоянии невесомости в космическом пространстве. Затем аппарат вошел в земную атмосферу и благополучно приземлился. 21 июня 1910 года в Смоленской губернии в семье сельского кузнеца родился Александр Трифонович Твардовский, русский поэт. С детства его интересовала русская классика. В 1922 году он закончил 4 класса. Дальше учиться не смог. Нужно было зарабатывать на жизнь. В 1924 Твардовский стал посылать в местные газеты заметки. Правда, печатали их редко. Первые стихи молодого поэта, они назывались «Новая изба», были опубликованы в 1925 году в газете «Смоленская деревня». В ту пору Твардовского поддержал поэт Михаил Исаковский. В 1929 году Твардовский отправился в Москву в поисках постоянной литературной работы, затем вернулся в родной Смоленск, где поступил в педагогический институт. Этот период жизни был для поэта очень непростым. Ему много пришлось пережить. Родители и братья были раскулачены и сосланы. Несмотря на это, Твардовский не пал духом. Более того, как раз в эти годы он выпустил свое первое прозаическое произведение «Дневник председателя» в 1932 году и серию очерков по колхозной Смоленщине. Зачем Твардовский написал поэму «Страна муравья» о коллективизации? Кстати, в основе открытого финала поэмы противоречивость судьбы самого поэта и его семьи. В 1936-м Твардовский перебрался в Москву, где начал учиться в Московском институте истории, философии и литературы. Уже тогда, в студенческие годы, он был награжден Орденом Ленина за заслуги в области литературы. Всесоюзные признания и литературная слава помогли Александру Трифоновичу добиться возвращения родных и ссылки. Военная биография Твардовского началась в 1939-м, когда он, как военкор, участвовал в походе в Западную Белоруссию, а затем в финской кампании 1939-1940-го годов. Всенародную любовь и признание принесла Твардовскому, конечно же, поэма «Василий Тёркин». Писатель Иван Бунин отзывался. «Это поистине редкая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык. Ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно пошлого слова». Пиком послевоенного творчества Твардовского стала поэма «Дом у дороги». В ней поэт описал всю горечь отступления, ужасы оккупации, плена, глубокое горе, которое испытал солдат-победитель, вернувшийся на пепелище родного дома. В 1950 году Твардовский был назначен главным редактором журнала «Новый мир». А во время руководства Александром Трифоновичем этим журналом на его страницах были опубликованы произведения таких известных писателей, как Шукшин, Абрамов, Астафьев, Белов, Залыгин, Баранская, Юрий Бондарев. 21 июня 1962 года в Ленинграде родился Виктор Цой, будущий рок-певец. В 1970-х годах он учился в средней художественной школе, где появилась группа «Палата номер 6». Затем Виктор Цой поступил в художественное училище имени Серова, но был отчислен за неуспеваемость. Потом работал на заводе и учился в вечерней школе. Музыкальное призвание становилось смыслом его жизни. Летом 1981 года возникла группа «Гарин» и «Гиперболоиды», участниками которой стали Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский. Осенью того же 1981 года эта группа вошла в Ленинградский рок-клуб. После ухода Олега Валинского группа стала называться «Кино». Первый электрический концерт группы состоялся в Ленинградском рок-клубе совместно с «Аквариумом» Бориса Горбинщикова. Со временем Виктор Цой и группа «Кино» стали суперпопулярными. С группой «Кино» Виктор Цой записал такие известные альбомы, как «Звезда по имени Солнце», «Ночь», «Группа Крови». «Это не любовь». В августе 1990 года Виктор Цой трагически погиб в автокатастрофе под Ригой. В 1815 году июня 21 дня пополудни в Тамбовской губернии после продолжительного сухого времени показались на западном горизонте черные тучи, с приближением которых пронесся опустошительный ураган. Действия его были подобны электричеству. На пути своем он вырывал деревья, опрокидывал кирпичные трубы, сносил железные крыши, разбрасывал ветряные мельницы, сламывал прочно выстроенные риги. 21 июня 1995 года в Ивановской области в окрестностях города Кинишмы отмечались смерчи. Были снесены крыши, разрушена ферма, упавшим деревом поврежден газопровод. В Мордовии смерч уничтожил 10 гектаров посевов. В Татарии была чрезвычайная пожарная опасность, 10 ищегов пожаров. 21 июня 1996 года в Пензенской области сильный шквал вызвал значительные разрушения. Были снесены крыши с 41 жилого дома, повреждены крыши еще 20 домов, а также три фермы, школы, медпункт, повреждены линии электропередач и сельскохозяйственные угодья примерно на 1250 гектаров. В 2000 году с 23 часов 21 июня до 2 часов 20 минут 22 июня при прохождении холодного атмосферного фронта через город Таганрог наблюдались шквалы 24-28 метров в секунду, местами ураганной силы, до 34 метров в секунду. Городу был причинен значительный ущерб. Было отмечено более 200 обрывов на линиях электропередач, поварено около 50 деревьев, сорваны крыши с ряда домов. В этот же день и год в Чувашии и Марии-Эл прошли сильные ливни по количеству осадков, сравнимые с месячной нормой, около 60-70 миллиметров. 21 июня 2005 года в Коломне, в Московской области, прошел очень сильный дождь, до 56 миллиметров, а во Внуково был сильный ветер до 27 метров в секунду. Не зря этот день в народе называется порой наступление летних гроз. А так считается, что если 21 июня идет гроза, то будет плохая уборка сена. А еще говорят, что этот день – праздник колодецных мастеров, проще говоря, колодецник. А нам осталось только напомнить, что вы смотрели программу. День веков. Хронограф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова